Рождённая до революции. Пожелание жить до ста для неё больше не актуально. Евдокия Рамзаева из Похвестнева этот рубеж уже перешагнула. С улыбкой на лице в окружении многочисленного семейства. На трёхзначном юбилее рецепт счастья и долголетия пытался разгадать Евгений Салей. Вон туда, гляди, там где-то. Алиса? Жаинка там, жаинка. Баба Дуся, как ласково называют её домашней, с правночкой Алисой на руках, руководит процессом праздничной фотосессии на собственном юбилее. Жительнице города Похвестнева исполняется 100 лет. Евдокия Рамзаева вот уже век встаёт с той ноги. Всегда в хорошем настроении. Единственное, о чём бабушка переживает, чтобы не было войны. Всё думаю, всё, всё. И всё только жалею молодых, молодых детей. Детей, чтобы жили безвольные. Мы страдали, мы видали всё. Но вам этого не жала, не жала никак. Неужели что-то запоёшь, что-то заплачешь. Плакать и жаловаться на жизнь в этой большой семье не принято. Старшая дочь Надежды Леонидовна Лосева живёт в Кенель-Черкасах. Тоже уже прабабушка работала на ферме и надоила на орден трудовой славы. Но дороже всех многочисленных наград до сих пор мамина похвала. Её награждали не один раз. Она ездила по курортам. Да, да, да. На море надоё. Море. Мама у нас – это закон. Она умница. И она всегда скажет только хорошее научит на хорошее, на плохое не научит. И мы в неё старались её прислушиваться и всё исполняли. Она мать. Она умная женщина у нас. Вот такие дела. Тёплые слова признательности и уважения в адрес юбиляша направил губернатор Николай Меркушкин. Ещё одно письмо с пожеланиями пришло в конверте с пометкой «Москва-Кремль». Собрать всех ещё раз баба Дуся обещала на свой следующий юбилей. Евгений Солей, Михаил Свернов, Новости губернии.